Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Сегодня мы завершаем чтение и комментирование ярчайшей из книг Ветхого Завета «Песни, песни». Перед нами восьмая глава. О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей, ты учил бы меня, а я поела бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблок моих. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, черри иерусалимские, не будите и не тревожьте возлюбленный, доколе ей угодно. Горестное восклицание героини подчеркивает, что обращения брата и сестра в тексте являются не более чем метафорами, призванными подчеркнуть сердечную близость. В реалиях ближневосточного общества девушки, естественно, появятся на улице в сопровождении отца или брата. Этого-то и желает возлюбленная. Утонченное христологическое видение этого фрагмента предлагает святитель Афанасий Александрийский. Если видеть в девушке общину верных, то она умоляет небесного жениха, чтобы он стал братом, подобным ей. Святитель пишет, чтобы ты стал подобен человеку и воспринял на себя вместо нас скорби человеческие. Поэтому, когда подходящее время наступит, отец не спошлет сына согласно с обетованием. И молящийся Израиль, нужно заметить, встретил своего возлюбленного. Приход пары в дом матери получает здесь несколько иные коннотации. Если в первом упоминании, в третьей главе, это однозначный образ брака, то здесь при появлении братской темы это звучит и как мотив возвращения, который еще прозвучит в данной главе. В целом, глава продолжает отмеченную ранее структуру текста, где пятая глава – это кульминация, и вокруг нее относительно симметрично расположены остальные главы. Здесь будет большинство параллелей с третьей главой, а есть несколько объединяющих текст с первой и вторыми главами. Последняя глава существует как бы в созвучии с несколькими первыми. Ароматное вино, сок гранатовых яблок – все эти образы уже использовались при описании красоты девушки, что дает фрагменту прямую эротическую окрашенность. Ароматное вино, например, не иссякает в круглой чаши ее живота. Вино струится от ее уст прямо к возлюбленному. Гранатовые яблоки ее щек, ланит, волнуют юношу. А образ приобщения жениха к явствам пира – это главный образ брачного единства из пятой главы. Образ учения в Доме Матери востребован как у иудейских, так и у христианских экзегетов. И блаженный Феодорит Кирский, и святитель Амвросий видят здесь церковь. «Введу тебя в покое матери церкви и в покое таинств, чтобы ты мог пить чашу духовной благодати». А, например, Таргум, а вслед за ним Раши, видят здесь упоминание о храме, говоря, «поведу тебя, о царь Машех, и приведу в храм, и ты научишь меня, то есть общину Израиля, бояться Всевышнего и следовать его путям». Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? «Под яблони разбудила я тебя, там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя». Это третье упоминание возлюбленной как жены в славе, начинающееся восклицанием «Кто это?», но каждый раз оно имеет особенный смысловой оттенок. В первый раз, третья глава, это описание брачного каравана дочери фараона, входящей из пустыни навстречу жениху Соломону. Описание второй встречи, это шестая глава, восторженный возглас гарема царя, тронутого красотой у девушки, это описание реакции. А третий, это все те же дочери Иерусалима, но на сей раз говорящий о том, что исходящая из пустыни исходит не одна. Она не просто идет навстречу, она не просто прекрасна сама по себе. Она выходит оттуда благодаря возлюбленному. Он ее поддержка и опора. Много раз община верных пыталась опереться на кого-то еще. Это были иные боги, политические союзники и в конце концов даже благонастроенные к ней цари и правители. Но попытавшись опереться на фараона, она была обращена в рабство фараонам. Оперевшись на иных богов, была посрамлена народами этих богов почитающими. А пытаясь найти опору в боголюбивых, казалось бы, правителях, она была так часто пленяема ими, что забывала о своей небесной родине и начинала жить по законам этого мира, лежащего в зле. И только тот, кто больше фараона, сильнее ханаанских идолов и бескорыстней коварных властителей, истинный жених церкви, был всегда готов извести ее от рабства к свободе, хотя путь этот всегда пролегал через пустыню страдания, будь то облако славы, ведущее Израиль путем исхода, или дыхание духа, оживившее церковь после смерти советского молоха. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее стрелы огненные, а на пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Данные стихи – это богословский манифест, богословское сердце книги. В них, за всеми пышными превознесениями возлюбленных, за описанием любовных ласк и хитросплетений сложной истории отношений героев в этом новом Эдеме, раскрыт прямой и ясный смысл всего повествования, объясняющий вообще суть и смысл присутствия этого текста в Библии. Любовь есть прямейшая движущая сила бытия. Все созданное хорошо весьма продолжает свое бытие по роду своему, и человек, созданный по образу и подобию Бога, получает кроме вертикальной устремленности к высшнему первообразу и горизонтальную устремленность к кости от костей моих и плоти от плоти моей, уникально подобному и в то же время неподобному другому к женщине. Во встрече с ней Адам демонстрирует радость узнавания, но библейский текст указывает на то, что это еще и радость потенциального достижения полноты. В единстве с другим, с иным и противоположным, обретает Адам целостность и завершенность, закрывается та экзистенциальная дыра в его бытии. Они становятся единой плотью, достигают своей горизонтальной полноты. Но секрет в том, что в рамках достижения этой полноты происходит и движение по вертикали, вверх, к Творцу, так как реализующие в этом обретении единства любовь приближаются к любви по преимуществу, то есть потому что подобное тянется к подобному. Любящий человек приближается к любви Богу. Безусловно, это не универсальный путь опытной теологии, и одним им, например, без откровения, к Богу теперь приблизиться невозможно. Но здесь речь идет о идеальной ситуации Эдема, в которой откровение было получаемо напрямую, а религии вовсе не существовало. Там, где нет разрыва, нет и необходимости в связи и соединении. Они существуют органично, и первая церковь, первая скиния, союз Адама и Евы, не была попыткой возвращения утраченного, чем встала впоследствии, а была союзом возрастающих в любви, в свете любви абсолютной. Поэтому и говорит героиня, положи меня как печать, как перстень. И то, и другое, варианты печати, либо носимой на шнурке на шее, либо в качестве камеи, вставленной в перстень. Печать — это знак принадлежности, как бы образ хозяина. Христианское богословие говорит о Сыне, о Иисусе Христе, говоря, «Образ твоей благости — печать равнообразная, в самом себе показывающий тебя, Отца, Слово живое, Бог истинный». То есть Сын — это прямая печать Отца. Получается, печать — это не вид или тень изображаемого, а как бы он сам в полноте действия. Так говорит о равнообразности Отца и Сына, вот в данном случае анафора святителя Василия Великого. «Так и влюбленная жаждет стать печатью своего возлюбленного, его полным образом, его истинным подобием. И это вполне созвучно как аллегорическому, так и самому прямому смыслу текста. Человек желает достичь подобия Богу, любимая желает раствориться в любимом, достичь с ним полного единства, и достигая искомого единства в обоих планах этих отношений происходит не растворение, не уничтожение, не поглощение, а возрастание. Входя в любовь, мы преображаемся и раскрываемся, а не нивелируемся. В этом манифесте любви мы видим ее описываемой через категорию силы и власти, что звучит, кстати, крайне непривычно для нашего восприятия, сформированного новозаветной парадигмой. Но важно видеть, что не только в Ветхом Завете Бог есть цебаот, Бог воинств, но и в Евангелии Христос одет в сияющей одежды победителя. Он не просто тот, кто извел народ из египетского рабства через победоносную войну с Ханааном, к тиши обетованной земли, но он изводит человечество из тлена в жизнь через свою победоносную войну с дьяволом. Поэтому такое, насыщенное военными эпитетами описание любви, вполне органично и целостно для библейского текста двух заветов. Любовь Бога и человека – не просто мягкое и тихое принятие, но явление силы, мощи, сокрушающие преграды, приводящие к цели и дарующие единство с любимым. Последнее словосочетание стиха жаждет стать его абсолютной квинтэссенцией. Это столь многочисленное «шельбет-иах». В нашем переводе мы слышим «пламень весьма сильный», в ряде иных «бушующее пламя», «большой огонь». «Шельхебет» – «пламя» – встречается в немногочисленных стихах писания. И вот это окончание «ях» может быть и часто воспринимается как усиливающее окончание, но может быть и единственным упоминанием имени Божия, имени сущего во всей книге, и тогда его как бы необходимо отделить от первого слова. И получается, что любовь есть не что иное, как пламя Яхве. Яхве – это огонь, всему дарующий жизнь, наполняющий вселенную, вечное движение. А в нынешнем состоянии человека, травмированного грехопадением, это еще и совершенно первейший способ выхода за границы собственного эго – путь возрастания, реализации и самораскрытия, реализуемого на всех уровнях – телесном и духовном, и только в этой полноте приносящий должный плод. Именно поэтому пламень Яхве не способна потушить воды. Это еще и отголосок ближневосточной истории борьбы небесного божества с хатоническими силами темных вод, несколько раз встречающийся в культурном поле Библии на примере борьбы с Левиафаном и с Рахав. И как истинный Божий дар он не может быть получен или как-либо соизмерим с какими бы то ни было дарами, деньгами, приношениями, а лишь свободно дарован и свободно принят в чистоте сердца и намерений. Есть у нас сестра, которая еще мала, и с отцов нет у нее. Что нам будет делать с сестрой нашу, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Я стена, и с отцы у меня как башни, потому я буду в глазах его как достигшая полноты. Впервые на страницах произведения возникает хор юношей, братьев героини. То, о чем они говорят, выглядит абсолютно анахронистично. На протяжении всего текста на все лады восхвалялась зрелая красота героини. В пятой главе вообще воспевался брак, история была полна потерь, обретений, и вдруг тезис о незрелой девочке, к которой еще слишком рано свататься. При этом, учитывая абсолютное несогласие героини со всем сказанным, да ее противоречия братьям и полное указание на обратное, я буду в глазах его как достигшая полноты, можно сделать вывод, что братья противятся отношениям возлюбленных. Потому они гневались в начале книги на сестру, а здесь говорят не только о ее украшении, а скорее о усиленном оберегании. Украшаются зубцы стены, еще толще и неприступней становится обшитая красивыми кедровыми досками дверь. Украшения, которые предлагает юноша, совершенно иные. Они подчеркивают красоту, а не неприступность. Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. Это признак, позволяющий отделить настоящую любовь от любви, как жажды обладания. Большинству из нас знаком второй опыт, гениально выраженный в советском мультфильме «Зимняя сказка», где, может быть, вы помните, как медвежонок говорит снегирю, «Ты красивый, я тебя съем, и ты будешь у меня в животе». Желание привязать к себе, не отпускать, сделать частью своей жизни и не допустить никакого самостоятельного или уж тем более автономного от меня существования. Этим часто грешат родители и ревнивые супруги. Мы готовы тебя украсить, дать тебе многое, но только с нами и в нас. Отсюда эти образы стены и двери. Настоящая любовь стремится высветить прекрасное, подтолкнуть, развить, дать возможность к росту и движению. Поэтому прекрасная шея должна быть лучше видна и заметна, а этому, например, помогут новые украшения. Виноградник был у Соломона в Ваалгамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его тысячу сребреников. А мой виноградник у меня при себе. Тысяча пусть тебе, Соломон, а двести стерегущим плоды его. Прекрасны царские виноградники. Богат их урожай. Царь волен распоряжаться этим как угодно. Но все это для меня не важно. Вот что говорит юноша. Так как мои виноградники, моя возлюбленная, со мною. И Баалгамон здесь, скорее всего, не какое-то конкретное место. Но, как минимум, оно не идентифицируется сейчас никак с должной достоверностью. А скорее это нарицательное наименование, господин множество. Возможно, это как бы отсылка до упоминания множества наложниц Соломона и жен. «Единственная моя, возлюбленная моя, краше всех девиц царского гарема». Вот в чем мысль этого стиха. «Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических». И история входит в цикл. За встречи следует расставание, но за ним время и место для новой встречи. От взлета к кризису и вновь к взлету движутся отношения всякой пары влюбленных. По тому же пути движется история Бога и его общины. И все они, и истории людей, и истории народов, движутся к сияющему свету невечернего дня, где исполнится всякое благое слово, сказанное Творцом, «Где любое наше нецелостное добро обретет завершенность, а всякая жажда будет утолена, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое».